Всем привет! С вами канал Выживание и сегодня на моем обзоре демисезонный костюм Горка 3М на флисе от компании Барс. Сейчас я расскажу о нем подробнее, поделюсь своим мнением. Начнем с определения назначения. Итак, Горка это штормовой вид костюма, который выполняет функции верхнего слоя одежды и защиты от сильного порылистого ветра и резких перепадов температур. Изначально разрабатывался для военнослужащих и специалистов, которые выполняют задачи в горной местности. Отсюда и прижилось название Горка. На данный момент этот костюм применяет очень широкий спектр пользователей, таких как, ну прежде всего, естественно, военнослужащие специалисты, охотники, рыболовы, туристы, путешественники и так далее. И уже разработано порядка 8 различных базовых модификаций данного костюма. А в чем же особенность костюма Горка 3М? Ну, во-первых, данная модификация является собственной разработкой компании Барс и имеет ряд отличий от стандартной Горки 3. Во-вторых, здесь использованы как новые современные материалы для пошива, так и новая технология бесшофного пошива рукава и капюшона. Ну и в-третьих, конкретно этот костюм пошит в новом цветовом исполнении, которое также разработала фирма Барс. Он называется Код Хаки. Все это более детально мы разберем в ходе обзора. В общем и целом, Горки делятся на три основных температурных режима. Это летние Горки, Горки демисезонные и, естественно, Горки для зимнего периода. Данный костюм является демисезонным. Отсюда следует, что данный костюм можно комфортно использовать при температурах до минус 10. А в случае грамотного подбора первого и второго слоя одежды, я думаю, и до минус 25 включительно. Однако, для южного региона температура в минус 15 фактически является предельно низкой. И этот костюм также уверенно подойдет и для зимы. Конечно, в тех регионах, где температура наружного воздуха опускается до минус 35 и ниже, я бы не стал экспериментировать и однозначно приобрел бы зимнюю горку. Но для южного региона, повторюсь, эта горка может быть вполне и зимней, и демисезонной. Общий вес костюма в транспортном мешке составляет 2,5 килограмма, плотность материала 270 миллиграмм. Комплект состоит из транспортной сумки со стяжкой горловиной, брюк, куртки и X-образных подтяжек по ночи. Костюм пошит из плотной смесовой ткани. Все вставки из ткани репстоп. Эти ткани уже хорошо себя зарекомендовали, и они прекрасно себя показывают в плане устойчивости к разрыву и истиранию. Подкладка выполнена из плотного флиса. Весь костюм обработан влагоотводящей пропиткой. Брюки свободного кроя движения не стесняют. Брюки Застегиваются на молнию и две пуговицы. Имеют широкий пояс, который хорошо прикрывает поясницу. Пояс с двух сторон имеет резиновые вставки. Также на поясе имеются специальные петельки для крепления подтяжек по ночи. На поясе пришиты шлевки, позволяющие продеть сюда ремень до 5 см шириной включительно. Также внизу каждой шлевки имеется небольшая петелька, за которую в случае необходимости можно зацепить карабинчик либо тренчик. Ширина шлевок подобрана не случайно, так как она соответствует ширине стандартного солдатского либо офицерского ремня. Я имею в виду либо вот такой современный пояс из комплекта ВКПО, либо стандартный офицерский кожаный ремень портупея, который всем широко известен. Ниже колена имеются резиновые стяжки, чтобы штанина не болталась и не цеплялась за все вокруг. Также в нижней части штанины имеется резиновая стяжка. Это удобно, например, если вы заправляете свои брюки в перцы, да и в принципе эта тема очень актуальна, так как предотвращает попадание внутрь штанины снега, грязи, листвы, веток и так далее. Ну а в летние периоды, естественно, помогает от проникновения в вашу штанину клещей, гнуса и прочей живности. Еще отдельно хочу обратить ваше внимание на систему так называемых тормозов. Во-первых, она гораздо удобнее пыльников на завязках. Кто носил горку, знает о чем я говорю. Во-вторых, она пошита анатомично. Тормоза имеют вот такую вот смесовую вставку, которая препятствует быстрому протиранию. В-третьих, эта вставка выполнена из флиса. Благодаря ей очень удобно заправлять брюки. При этом нога в этом участке мерзнуть не будет, и брюки не вывалятся из берц или из сапога. А сверху можно накинуть штанину вот таким вот образом. Либо же заправить ее, как на этой ноге. Это уже, смотрите, кому как больше нравится. Брюки имеют 8 карманов. Два передних врезных классических. Кстати говоря, эти карманы также утеплены флисом, чтобы руки, видимо, не мерзли. Два грузовых накладных кармана сбоку, которые застегиваются на щелевые пуговицы, или канадские пуговицы, как их еще называют. Эти карманы имеют внушительный объем. И хочу сакцентировать ваше внимание на то, что они асимметричны. Имеют скошенный клапан. К тому же клапан глухого типа. Что это значит? Это значит, что в момент закрытия он подворачивает все две свои стенки. Таким образом, исключая возможность выпадения отсюда содержимого в случае, если вы бежите, либо присаживаетесь. За счет того, что край скошен и асимметричен, содержимое выпадать не будет, в отличие от классических карманов. Сзади сбоку имеются два продолговатых кармана с клапанами на липучке, которые очень удобно использовать для размещения EDC вещей. Например, таких как складной нож. Или фонарик. И крайние два врезных кармана сзади на молнии. В целом, вполне продуманные и удобные брюки. Также несколько слов хочу сказать и о базовой футболке от фирмы BARS. Данная футболка называется GURZA. Имеет анатомичный крой, приталена. Футболка имеет спортивный рукав реглан. Швы плечо ваше не перетягивают. Состоит футболка на 92% из хлопка и 8% лайкры. Благодаря чему она прекрасно тянется. Движение ни в коем образом не стесняет. Имеет в том числе оптимальную длину. Ее очень удобно заправлять брюки. При этом, когда вы будете приседать, наклоняться, майка не будет выпадать из ваших брюк. Также, как вы уже, наверное, прекрасно поняли из состава ткани, она прекрасно впитывает пот. И способствует оптимальному температурному режиму вашему телу. В общем, простая и удобная футболка. Да, и цена на нее, по-моему, сейчас составляет в районе 800 рублей. Что, согласитесь, друзья, вполне приемлемо, особенно с учетом современных ценовых реалий. Куртка также свободного кроя. С боков имеет резиновые стяжки. Одним из основных важных отличий в данной горке от классической является то, что она застегивается на молнию. А молния, в свою очередь, закрывается защитным клапаном на кнопках. Который исключает попадание сильного ветра, либо влаги через молнию внутрь куртки. Повторюсь, рукава и капюшон выполнены по бесшовной технологии. А именно, на рукавах нет шва, который бы натирал ваши подмышки и стеснял бы ваши движения. В районе предплечья имеются резиновые стяжки, которые не дают рукавам цепляться за все вокруг. Также рукава имеют резиновые стяжки, что однозначно кстати. Так как с помощью этих стяжек, во-первых, к вам внутрь не будет попадать излишний холод. За счет плотного прилегания рукава. А также сюда не будет попадать различный мусор, трава. Ну и как минимум живность в виде ключей, гнуса и так далее. На рукавах с двух сторон имеются врезные карманы. С молнией, которая прячется в потае, для того, чтобы не цепляться за все вокруг. Данные карманы могут быть очень удобны для хранения и переноски мелочевки, которые вам постоянно требуются в пути. Также на карманах имеется нашитая панель велкро или, проще говоря, липучка, которая предназначена для крепления шевронов или каких-либо других знаков отличия. Во всех контактных частях рукава вставки рипстоп, что сделано, естественно, с целью повышенной устойчивости к истиранию и разрыву в этих контактных местах. В нижней части имеются два больших накладных кармана, которые застегиваются на щелевые или канадские пуговицы. При этом имеют скошенный клапан глухого типа. Это значит, что в момент закрытия подворачиваются все две стенки кармана, тем самым исключая выпадение содержимого данного кармана. И если в случае с брюками скошенный вид клапанов был сделан для того, чтобы исключить возможность выпадения содержимого, то здесь скошенные карманы как раз-таки являются атрибутом комфорта и удобства размещения рук внутри. Также карманы утеплены флисом изнутри, чтобы, естественно, ваши руки не мерзли при низких температурах. Во внутренней части также имеются два объемных кармана, которые застегиваются на пуговицу. Эти карманы будут удобно использовать для хранения каких-либо важных вещей, например, документов. Также с одной стороны во внутренней части есть еще два сетчатых кармана, один из которых внушительного размера. Здесь будет удобно переносить, например, перчатки, также головной убор, шарф и так далее. Второй карман значительно меньшего размера. Здесь будет удобно переносить какую-нибудь мелочевку. Например, ИПП. Для тех, кто не знает, это индивидуальный перевязочный пакет. Или, проще говоря, бин. В общем, любую нужную вещь в походе. Объем куртки по нижнему краю можно регулировать с помощью стяжки. И хочу заострить ваше внимание на том, что сама стяжка прячется вот в таком вот мини-кармашке. Здесь классический фиксатор с резинкой. Но, что очень важно, излишки резинки и непосредственно сам фиксатор прячется в кармашек. То же самое и с другой стороны. Я считаю, это очень продуманной деталью, так как с помощью такого решения излишки резинки не будут цепляться за ветки и части вашего снаряжения. Костюм имеет глубокий капюшон, при этом он не уменьшает угол бокового обзора. Оборудован антибликовым козырьком, с помощью которого ваши глаза остаются постоянно в тени и солнце не мешает вам наблюдать. Капюшон также имеет две регулировки. На липучке сзади, которая регулирует глубину посадки вашего капюшона. Таким образом можно сделать лицо практически открытым полностью. И вторая регулировка по овалу лица, с помощью которой можно спрятать лицо практически полностью. Что будет очень удобно в случае сильного ветра, обильного снегопада и тому подобных негативных факторов окружающей среды. Я думаю вы уже обратили внимание, что в районе груди на данном костюме нет всем привычных больших накладных карманов. Некоторые скажут, что это неудобно. Но если рассматривать данный костюм при совместном ношении с бронежилетом или какими-либо разгрузочными системами, то это как раз таки наоборот будет очень удобно. Пользуясь случаем выражаю особую благодарность всей компании Bars за предоставленный костюм на обзор. Ссылочку на официальный магазин предприятия и другие информационные ресурсы я оставлю ниже в описании. К недостаткам по данному костюму, пожалуй, могу отнести только маленькие кнопки, которые лично мне неудобно застегивать. А если предположить, что вы будете в зимних перчатках, либо ваши руки промерзнут, это будет сделать еще сложнее. Других каких-либо явных недостатков мной выявлено не было. По крайней мере пока. Если что-то всплывет в ходе эксплуатации, однозначно я вам об этом сообщу. Ну а к достоинствам данного костюма могу отнести прежде всего продуманный и доработанный дизайн. Во-вторых, это качественные современные материалы и качественный пошив. Не увидел я здесь нигде торчащих ниток, кривых швов, каких-то недоработанных моментов и так далее. Сюда также отнесу комфортное ношение. Ну и, пожалуй, пожалуй, будет актуально сюда отнести широкий спектр расцветок, которые может предоставить компания Барс. Повторюсь, конкретно мой костюм имеет расцветку Код Хаки, но в каталоге фирмы порядка пяти или шести различных расцветок на любой вкус. В общем, каждый сможет подобрать для себя оптимальную цветовую гамму. Подводя общий знаменатель, скажу, что данный костюм однозначно подойдет военнослужащим, охотникам, туристам, путешественникам, рыболовам, а также всем тем, кто занимается активной деятельностью в полевых условиях. И еще раз хочу сакцентировать ваше внимание, что данный костюм является демисезонным. А это значит, что комфортное применение данного костюма будет в температурном режиме ориентировочно от плюс 2 до минус 15 градусов. Обязательно это учитывайте при выборе костюма. Друзья, если у вас остались еще какие-либо вопросы по данному костюму, пишите в комментарии, я постараюсь оперативно на них ответить. Кроме того, напишите в комментарии, на какие еще виды костюмов вы хотели бы увидеть обзоры на нашем канале. Однозначно я это буду учитывать при дальнейшем планировании своих видео обзоров. И как обычно, если видео понравилось и было полезным, поддержите канал своим лайком и подпиской. А на этом я с вами прощаюсь и как обычно, желаю вам счастья и крепкого здоровья.